МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Че не открываешь? Че ломишься? Ложка тебе зачем? Я со своей хожу. Ты дурак. Да нет, так вот. Я вообще хаваю, душик будешь? Есть? Конечно, второй есть. Погнали. На. О, мой любимый душечек. А десертик будет? Не обижаешь. Торт. Надо готовить самим, я так понимаю. Орел. Решка. Погнали. Погнали. Броссы. А я смотрю за честностью бросков. Решка. Снимай, снимай это. Чтобы потом не говорили, что я подкручиваю, что это подкрутка. Вот вам, вот вам. Ну что, мне выпала решка, я выбрал решку. И сегодня я готовлю за бюджет без ограничения. Что, кстати, на Диму? Ну, кстати, я привык готовить на 200 рублей. Я особо не унываю, я вам даже с ложкой своей хожу, чтобы экономить. И завтра утром мы идем в магазин и закупаемся. Я на бюджет без ограничения. Дима на 200 рублей. Не знаю, что он будет делать, но что, мы в магазине, мы готовы к закупке. И знаешь что? Ты знаешь, у меня сегодня снова бюджет без ограничения. Не пиши, пожалуйста, что это было подкрутка. Ты видел все сам, монетка решила. Я выбрал решку, мне выпала решка. Готовлю я ингредиенты, покупаю, вернее, для своего суперторта. Погнали. Сейчас мы что-нибудь найдем крутое, закупим, сделаем еще в вахторт. Не знаю, что будет делать Дима с носами 200 рублями, но это его проблема. Мука, 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 мука. Блин, это реально мука. Нам нужен килограмм, смотри, самая дорогая, 159 рублев. Мука готова. Теперь нам нужен разрыхлитель. Не знаю для чего, но в рецепте он был, поэтому он нам, наверное, нужен. Погнали его искать. О, разрыхлитель теста я нашел, смотри. А есть подороже? Сказали 10 рублей, самый четкий, самый пацанский, берем его. Есть разрыхлитель, пойдем дальше. Смотри, тут же есть и сахарная пудра. Она нам тоже нужна, чтобы, знаешь, что сделать? Чтобы сделать крем для торта. Здорово еще раз, люди добрые. Сегодня мы закупаем торт на 200 рублей. 200 рублей реально мало, и поэтому торт сегодня непростой. Торт сегодня криминальный. Пойдемте, расскажу вам, что такое криминальный торт. Я такой шел, ну так ножками, и нашел, сука, посмотри, топленые печенюхи. 16 рублей, 160 грамм, это 8 штучек в одной. Но, как говорится, бабки есть. Беру вторую, деньги имеются. Беру третью, и денег просто до хрена. Серега, с чаем сегодня еще нам хватит с тобой. Берем четвертую. То есть тортик получится просто гигантский. Теперь нам нужно пройти и найти вареную сгущеночку. Где у нас сгущеночка оператора? Подскажи мне, куда туда? Ты же видишь все. Оператор сказал поцеловать его. Откажусь, откажусь, пожалуй. Расскажу о сегодняшнем спонсоре. GTA 5 RP. Это та же GTA 5, которую мы так любим. Но с элементами роллплей. Где ты можешь делать все то, что и в реальной жизни. Заводить отношения, строить бизнес, стать врачом, гонщиком. Только ты выбираешь, кем станет твой герой. Кстати, в игре полно лицензированных авто. От Жигули до Бугати. И с каждым обновлением машин становится все больше и больше. Зацени игру про реальную жизнь по ссылке в описании. Ну и что, нам нужны яйца. Яиц здесь много, как видишь. И стандартные яйца 10 штук. Для торта нам они нужны. Забираем, идем дальше. Знаешь что? Я нашел большие натуральные классные яйца за 87 рублей. Эти яйца это фуфло, они стоят 46 рублей. А эти стоят 87. Ты знаешь, вот это разница в цене. Наш бюджет без ограничения. Ну что, народ, подошли к сгущеночке, к варененькой. Берем, наверное, вот эту вот штучку. Я не знаю, блин, мне оказалось бы ее мало. Но, короче, будем надеяться, что хватит. Может быть, потом сэкономим немного на печенюхах. А теперь мы должны найти орешки и масло. 84 рубля. Смотри, молоко сгущенное. 8,5. Жирность. А я не понимаю, где здесь объем его? Количество суконого. 280 грамм. Берем, короче, две штуки. Средство растительное жировое. Ну, это же я. Да, зачем они называют, как меня зовут? Да, я средство растительное жировое. Короче, пацаны, сейчас я ищу маленькие тюбики масла, потому что мне не нужно его много. И мой бюджет реально ограничен. И я хочу больше в орехи, в сгущенку. Может быть, еще бы баночку сгущеночки я бы взял. Сергей, тебе хватает сгущеночки? Да. А мне нет. Поэтому сейчас запись останавливается. Как только я найду, вы узнаете об этом уже в чеке. Еще ближе подноси, чтобы все написали, что я болею. Спасибо. Ого, я нашел его. Ого, он стоит. Вот это нормальный, нормальный. Понимаешь, пацанский сыр. Сразу подходишь и понимаешь, что это элита. 319 рублей. А не то, что вот это по 10 рублей, ваши разрыхлители. Хотя сколько он должен стоить-то еще по-другому? Сколько здесь? 250 грамм. А если 300 грамм, мне 300 грамм нужно. Еще мне два сыра, что ли, брать из-за этого? Ладно. Возьмем два сыра маскарпоне. Это у нас для крема. Мы это будем вместо крема использовать. Вернее, это основу, как крема, будем доделать. Еще нам нужны сливки. У нас есть буквально пару секунд, потому что садится петличка. Нам нужны сливки. 33 процента, 500 миллилитров. Берем их, отправляем в корзину. Все, переключаемся дальше. Значит, пацаны, нашел масло кремлевское. Ну, ни хрена себе название. Кремлевское. Это, считай, не реклама вообще. 32 рубля стоит. 200 грамм как раз не нужно. И сейчас надо почитать мой общий бюджет. Масло 32 рубля плюс 4 пачки печенек. Монтажер сейчас посчитает 4 пачки печенек. Каждая 16, 32, 32, 64. Бамс. Баночка эта. 64 плюс 60, 124 и плюс 32. Получается. Вы должны посчитать. Получается, вот эта вот сумма. Вот тут, вот тут, вот тут, вот тут. Она везде написана. Вот эта сумма как раз получилась. И у меня осталось еще вот столько вот денег. А я сейчас достану телефон, посчитаю все. И тогда мы пойдем закупать, наконец-то, орехи. Но так, в принципе, у меня уже все готово. Масло, масло, масло сливочное. Там даже все на торт не уйдет. Я еще год буду дома под фильмчики хавать. Народ. Ровно 200 рублей, 19 копеек мне понадобилось, чтобы сделать самый мощный и выигрышный торт на сегодня. Гляди. Я уверен, что никакие деньги к мантынцу сегодня не помогут. И мой торт будет, знаешь, такой более человеческий. Шоколадка 70%, какао растапливаем ее, оформляем торт. И наш торт уже хотя бы выигрывает балл по визуалу, если все получится. А то, может быть, ручки-то кривые. Мы закупились. Вот он, чек такой. Он длины снова, он огромный. Посмотри, на 2800 рублей. Нам нужна еще бумага для пергамента, включаемая в стемности. Поэтому получается фулл прайс в районе 3000 рублей. Торт за 3000. Он должен быть очень вкусным, красивым и вообще мощным. Мы приехали, зацени, что купил Дмитрий. Да, что же я купил. А я знаю, что это будет. Это будет тортик из печенюшек. Я, кстати, думал, если мне выпадет бюджет 200 рублей, я куплю себе печенюшки. Орешки, арахис, солененькие. Я тебе чуть-чуть оставлю. Здорово. В общем, 200 рублей ты уложился? 200 рублей. Нет, вот ты красава, потому что, на самом деле, сгущенку. И вот это все, пойдем смотреть, что у меня. Зацени у меня, скорее всего. Я, во-первых, хочу начать с моего любимого. С больших и натуральных. Большие и натуральные яйца. Большие и натуральные? Только не переверни их, а то они столько натуральные и большие. Яйца – это хорошо. Гущеночка. Почему не вареная? Что ж, нафиг не вареная сгущеночка? Мне как крем делать? Мука тоже стандартная. Ты готовую взял, блинную? Нет, это обычная мука, пшеничная, хорошая мука. Стой, а что ты с ней делать будешь? Я с ней буду вот сюда и буду насыпать. Нет, ну, типа ты будешь коржи там сам. Да, мне придется коржи выпекать, прикинь. Да, но тут какие-то мелкие, потом это. Да, разрыхлители, пудры, сахарные. Велик шанс того, что я проиграю ему по вкусовым качествам, потому что его торт не может тупо плохим получиться. Там ничего плохого нет. А мне нужно сделать коржи. Нужно все это заморганить. И я хотя бы по визуалу. Ничего не сделаю. Ты елка. Ты зачем елку с собой взял? Ты чего? Это чтобы красиво было. Понюхай. Зачем тебе венчик? Барится. Это розмаринчик, чтобы было красиво. Это для оформления. Это елка, народ, пишите, это елка. И... Брусничные, вот ягодки всякие. Хоть нюхать мои ягодки. Своей нюхой. И технология моей сборки очень проста. Сначала мы крошим печенюшки. Далее в другой тарелочке мы собираем орехи. Нет. Какие? Зачем же мне там орехи? Масло, сгущёночку, получается жижка. Жижку в тарелочку, под пешевую плёночку и в холодосик. Оно там подморозится и будет просто с каефом такой торт. В тот момент, когда мы определились с количеством, объёмом, граммовкой муки, 200 грамм, нам её нужно просеять. То есть, что мы делаем? У нас есть сито, чтобы она была пористой, чёткой, просто. И вах, какой крутой мукой. Вот так вот её мы. Смотри, мука просеяна. Вот такая вот вещь получается у нас с мукой. Мне кажется, мы такую бесполезную работу делаем. Муку сеять. Сейчас воду через фильтр прогонять начнём. Нам нужен был венчик, но венчика у нас нет, поэтому будем фигачить ложечкой, как цемент. Вот пацаны, которые бетон замешивали, они шарят, как это делать. Тут самые лучшие повара должны быть. Есть яйца. Видишь, хорошие есть яйца. А кто тебе сказал, что они хорошие? Теперь у нас есть сгущённое молоко. Сколько здесь у нас грамм сгущённого молока-то, блин? 280. 280 грамм, здорово. Открываем сгущёночку, наливаем его. Теперь мы берём всю эту историю и перемешиваем. Вот так вот. Блин, это прикольно. Прикольно, да, скажи? Да, пацаны, явно. Вообще круто. У нас есть масло, сколько здесь грамм? Здесь дофига грамм, поэтому нам примерно нужно половину всего из этой истории, ну вот чуть меньше половины. Вот так вот мы отрезаем. Ну что, у нас растопилось масло, которое мы топили в микроволновке. Добавляем масло, вот сюда заливаем его. Всё. Теперь это перемешиваем и начинаем добавлять муку. Офигительно получается, чтобы всё вмешать, надо скоростью увеличить вот так вот. Ну а пока Квантумец там возюкается со своим тестом, я буду возюкаться, ребята, с арахисом. Это не самое плохое в жизни, что у вас может быть. Значит, смотрите. Печенюшеньки, арахис. Мы должны это всё перемешать. Значит, мы скидываем. И тут, ребята, слава богу, ручки чистенькие. Мы без зазрения совести вот это просто берём и начинаем тщательно перемешивать. Нам надо, чтобы печенье и орешки перемешались. Позже у нас ещё добавится крем. И там будет самое, ребята, вкусное. Будут такие здоровые кусища. Но я надеюсь, во всяком случае, по вкусовому я проигрывать не буду. Да, возможно, у меня будет чуточку, ну типа, менее симпатичный торт. Но в этом я вообще не загоняюсь. Главное, чтобы это было съедобно. Подготавливаем наш крем. Чуть-чуть подтопили наше маслице. Маслице было подтоплено уже мной в микроволновочке. Выгоняем его. Говорим, масло, уйди. Оно вышло. Оператор тяжело вздыхает. Если он хочет послать меня нахрен, пацаны, ему реально нравится запах. Взгляни на тесто. Вот такое вот получилось тесто. Однообразная консистенция, каковиш. Прям как сгущёнка, то ли будет только более густое. Что мы теперь делаем? У нас есть депергаментные бумаги. У нас есть два черта, не два круга, которые я ложкой вырисовывал. Теперь мы берём и ляп вот так вот. Ляп и размазываем всё это по пергаменту. Ну, лепёшки, я думаю, нужно делать потоньше. Мне кажется, он так прилипнет, что его потом нифига не отсыпить. Сейчас первая партия пробный пойдёт. Смотри, сейчас самое страшное будет. Погнали. В духовку-то запихивать. Ну, а как ещё их тут делать? Дима, я не знаю сам пока. Оно растекло всё, зацени, иди, глянь, нифига себе. Оно своей жизнью там живёт. Конечно, 1207 градусов примерно по Цельсию. Дима, металл, железо плавит, тяжёлая металлургия. Ну что, это просто красиво. Я даже не ожидал, что такой результат будет. Смотри, какой он классный. Ё-моё. А вот сейчас, надеюсь, он не прилип. Так, теперь нам это нужно каким-то образом перегрузить в фасудину. Смотри, я не знаю, как это сделать. Так, мы же, посмотрите, что мы поставили туда эту лепёху, 50 минут мы закинули, это как-то нужно отцепить теперь. Моя субстанция готова к выгрузке в тарелочку. Значит, намешал уже до орехов. Правда, ещё очень много осталось. Видишь, сколько получилось? Тут сгущёнка, масло. Видели, как я это готовил? Старался это как можно тщательнее перемешать, но всё равно остались кусочки печенника. Мне кажется, это наоборот добавит, это будет вкусненько. Короче, вот я накладываю в тарелочку, чтобы запихнуть в холодильник. Так как больше тут посуды нет, приходится в две тарелки. Вот ещё вторая. Сейчас догоняем до края, запихиваем ещё раз плёнкой, ну, сверху, короче, чтобы всё накрыто было, и отправляем в холодос. Блин, сколько у тебя черкашей тут. Да, черкашки. Черкашами твоими украшать? Спасибо. Это была рубрика «Добрый квантуметс делает добрые поступки». Всё, блин, слушай, классный реально сыр. Прям такой ничего выглядит. Нам нужно 350 грамм, давай ещё 400 грамм сделаем, потому что как бы лепёх у нас много, чтобы хватило точно крема под всю историю. Аккуратненько наливаем, как бармен просто. Смотри, выгружаем полностью все сливки, выливаем. Именно из этого у нас получится, это проблема, именно из этого у нас получится крем. Теперь нам нужна сахарная пудра. Нам её нужно 70 грамм, ну, давай 25 грамм. Всё, оно сбивается, она прям субстанцию такую более густую приобретает. Ты смотри, я думал, это всё, грусть-печаль. Как тебе? Похоже на крем? На крем похоже. Да. Сейчас в холодильник ещё запихнём это всё. Что мы делаем дальше? Берём наш крем, который получился офигительным довольно-таки, наносим его на нашу тарелку, это импровизированный такой поднос. Всё получилось красиво. Ну, это нижний слой, поэтому с ним париться можно и вовсе не париться. Так, укладываем его. Вот так вот. Я хотел ягодок. А ягодок ты не купил, а вот у меня есть ягодки. Нет, 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 я думал, ты как-то их замешаешь, ягодки типа... Нет, ягодки у меня будут отдельно наверху. Мы растопили шоколад и давай его попытаемся украсить. Ё-моё! Не, я бы съел. В общем и целом, в принципе, неплохо. Для первого раза, я думаю, вообще даже чётко. Всё готово. Осталось украсить наш торт. Давай его украшать. Нужно прям... Это прямо сейчас очень долгая история будет. Дима, тащи свой тортик. У меня вот из украшений полиэтиленка, народ. Я не знаю, как вам, а мне полиэтиленка-то нравится. Он у меня уже твёрденький. Да ты не так сильно жми, это всё незаконченный продукт. Ну что, народ, в общем-то должна была пройти ночка. За окном сейчас и правда уже темно, но прошло примерно часа четыре с половиной. И я начинаю доставать свой торт. Я очень надеюсь, что он не развалится. Выглядит он не так уж и плохо, как я думал. Нам сейчас надо убрать вот этот верхний слой. Надо сейчас взять вторую тарелку. И у меня ещё вторая порция, потому что, ну, торт получился здоровенный. Ну, понятно, эта грудь, конечно, уже такая, понял? Нелюбимая, видимо, грудь. Украдём у квунтуса вот это. Знаешь, что главное в сиськах? Сосочек, ребят. Это изюминка. Это изюминка. Смотри, мы украли всего две ягодки. А получилось на целую натуральную грудь. Вы просто посмотрите, квантубец, какие сиськи. Нормально? А вот к этой прицени, тут вообще... Так, ты что мою вишенку взял? Это соски в тиски только что были в прямом эфире. А почему? Она, в принципе, разная размера. Ну, это так анатомически положено. Ну, что, я выкручиваюсь подручными средствами. Овощечистка помогает мне накидать шоколадка на мой сосок. Квантумет, ну, раз ты уж пришёл, смотришь на мою вишенку на торте, так сказать, как тебе? Нормально выглядит. Ну, за 200 рублей. За 200 рублей вы выглядите в буты. И сегодня, как никогда, вообще молодцом справился за свои задачи. Две сиськи и одна ягодка, ребята. А решать вам прямо сейчас, решите в комментариях, чьи я... Что вам нравится больше, как вам торт нравится? Пока мы это не съели и не знаем, что... Так лучше должно быть, так мне лучше видно. Слышь, ты не издевайся над маленькими, а вот так тебе скажу. Да меня зовут, что не видно, блин. А, я думал, ты... Я же мог подвинуться. Мы ждём гостей, и они попробуют, скажут, как им поддельцы своим вердиктам, выставят оценки, а вы в комментариях пишите, какой вам торт нравится больше. Так, смотри, на тебе вилочку. Другой руку. А, ты же, да. Вот тебе попить, обнулить рецепторы. Давай, короче, пробуй. На, он уже наколот. Вот так вот, держи. Вот так вот, вилку. И скорее, скорее кидай в рот, кидай в рот, кидай в рот, кидай, давай, давай. Вот так сюда открывай, знаешь, кто там будет здоровый кусочек. Так, давай ещё. Ещё? Если ещё, а так нельзя. Нет, давай сейчас другой надо попробовать. Обнулили рецепторы, попробуй колу. Мне понравилось то, что было наличие каких-то листных ягод, вот, наверное, будет с них как-то когда-нибудь. Держи. Был какой-то прикольный, тесто, короче, особо сильно не чувствовалось, оно было очень нежное, круто на самом деле. Вот, и ещё показалось, что какой-то, какая-то сливочная основа, бывает, типа, как в каком-то чизкейке. Пробуй следующий. Да, ну это помойка, стопуду. Нет, это не помойка. Ну как тебе, а, как? Так, здесь, короче, тоже что-то сметанный какой-то прикол, вот. Но были дешёвые печенья зачем-то, песочные сделаны, они, знаешь, даже бы не запалил бы я. Всё, я могу открывать? Да, можно открывать. Короче, ребята, вот объясните прикол, зачем они мне закрывают всё время глаза сначала. Чтобы ты не понимал, так вот так вы просите зрителей. Мы просто сейчас закрываем, и ты видишь перед собой еду, потом раз, и тут... По вкусу, что тебе понравилось больше, первое или второе? Брон, в этой непростой борьбе каждому по баллу. Вот так. Хорошо, по визуалу кому что ты дашь? По визуальной составляющей. Вот если брать вот это и вот это конкретно, кусочки. Оба такие на сексе. Опять 1-1, да, у тебя? На сексе? Опять 1-1, да, у тебя, в общем? Да, бро, я честно сейчас объявляю, что здесь побеждает оба варианта, и я каждому даю по баллу. Аккуратненько, да, да, упал, вот так вот, держи. Вот, всё, закидывай в рот. Давай, закидывай, вот всё, мужицкий такой кусок, открывай рот, сейчас туда торт войдёт, всё, вошёл. Офигительно. С бананом, да? Да, с бананом. Банан, возможно, с уха есть. А как тебе тесто, консистенция, вот-вот, всё? Офигительно, такая, знаешь, мягкая. Здорово. Давай, вот обнули рецепторы, вот попей водички, на попей, как говорится. И у нас теперь следующий тортик на очереди. На, держи вилку. Так. Вот вилка. Давай. Так. Да-да-да. Ммм. Тут прям битва такая, прям жёсткая развивается. Вообще, ну я, мне этот, наверное, больше нравится, он изысканный. Орехи вот эти. А, тут арахис, так, арахис, всё. Так, какой тебе по вкусу понравился, первый или второй? Наверное, второй всё-таки, вот, как-то по изысканению. Хорошо, давай теперь по визуалу. Мы снимаем с тебя вот эту всю историю, и по визуалу, какой тебе нравится больше? Слушай, ммм, сисочка. Так, это сисочка, а этот? Ну, тогда вот этот мне больше нравится, потому что он более такой, видно, слои прикольные. Сегодня ничья, поздравляем Дмитрия, поздравляем меня, и сейчас мы с гостями пьём чай, наш торт мы пробуем, оператор тоже хочет попробовать, у него аж морда трусится. Это блогеры на кухне, сегодня дружеская ничья, поздравляю тебя с ней. Да, если не справиться, с продачей. Вот так вот, как тебе выпуск? Пиши в комментариях, не забывай про подписки, не забывай про комментарии, и про лайки, конечно же, и ещё ссылки будет в описании, будет ссылка на мой инстаграм. Всем пока, до скорых встреч. До свидания.